Недавно популярная торговая стратегия невероятно разрослась, провоцируя цепную реакцию, которая вынесла триллионы долларов из рынков по всему миру. И самое худшее — обвал отправил биткоин под 50 тысяч первый раз с февраля. Вам должно быть интересно, каким образом одна торговая стратегия превратилась в «Черный лебедь». Что именно пошло не так и как сильно нужно беспокоиться о том, что это может произойти еще раз? Если вам интересно, вы должны посмотреть это видео до конца. Окей, представьте себе это. Есть два банка в вашем районе. Один предлагает займы с нулевым процентом. Вы можете занять столько денег, сколько вам нужно, и вы отдадите только то, что заняли. Другой банк в то же время предлагает инвестиционный продукт, который приносит доход. Скажем, годовой возврат в 10%. Вы видите, к чему все это идет, верно? Вы занимаете 10 тысяч долларов из первого банка и инвестируете во второй. Ради этого 10-процентного годового дохода. Через год вы получаете прибыль от этого продукта, забираете 10 тысяч долларов, которые вы вложили, и тысячи долларов прибыли. Вы возвращаете 10 тысяч долларов первому банку. Плюс невероятный процент, посмотрим в 0 долларов. Вы только что заработали 1000 долларов из воздуха. И все, что вам нужно было сделать, это заметить разницу в ставках, предлагаемых разными банками. Довольно умно, верно? Это то, что они называют керри-трейд. И это разница в процентных ставках. То, что люди в традиционных финансах называют дельтой. На практике, конечно же, керри-трейды могут быть немного более сложными, чем этот пример. Есть переменные, такие как ставки на зарубежных биржах, ставки финансирования, длительность и плечо. Но это простая идея, и вы можете видеть, почему это стратегия, которую используют трейдеры по всему миру. Любой дурак может зарабатывать деньги, делая это. Что может пойти не так? Ну, давайте посмотрим на то, что произошло в рынках в августе. Этот банк, где вы могли занимать деньги бесплатно, это на самом деле был Банк Японии. До недавнего времени ставки Банка Японии были минус 0,1%. Эта ставка была ответом Центрального банка на угрозу дефляции, которая преследовала экономику Японии десятилетиями. Чтобы вы понимали, дефляция появляется, когда цены падают, что приводит к тому, что потребители откладывают покупки в ожидании еще более низких цен. Это приводит к тому, что бизнесы снижают цены, чтобы привлечь покупателей. И вы можете видеть, как это может выйти из-под контроля. По мере падения цен компании, срезают производство и увольняют работников, что означает, что у них падают доходы и траты. Этот процесс может закончиться в рецессии. Вот почему дефляция считается более опасной, чем инфляция. Тем не менее, дефляция – это естественное состояние экономики, вызванное инновациями. В любом случае, японская проблема с дефляцией была ребенком с подокредитования 90-х. Об этом можно узнать больше в нашем недавнем видео о воздолге. Но суть в том, что экономика Японии слетела со сценария, и Центральному банку пришлось импровизировать. В 99-м он снизил ставки примерно на 0%, чтобы стимулировать рост. Идея была в том, чтобы привлечь экономическую активность, сделав доступ к деньгам попросту бесплатным. И боже, как они вызвали экономическую активность. Только вот не ту, которую они хотели. Из денежной политики Японии появился печально известный иенный корритрейд. Трейдеры по всему миру взяли деньги банка и убежали с ними. Они занимали японскую иену буквально на нулевом проценте и вкладывали во все, что угодно, что приносило хоть какой-то доход. Занятые деньги сливались во все, начиная акциями тех компаний и заканчивая мексиканскими облигациями и, конечно же, биткоином. Это, по сути, синтетический шорт иены. Когда весь мир шортит вашу локальную валюту, это никогда не хорошо. Но до 2022 корритрейд не рос пугающе. Это ускорилось после того, как Федрезерв начал цикл увеличения ставок в марте того года, что сподвигло центральные банки по всему миру, включая Европейский центральный банк и Банк Англии, последовать этому примеру. В течение года Федрезерв поднял ставку почти на 5 процентов. В то время ставки Японии оставались на минус 0,1 процента. Этот контраст и сопутствующую возможность для корритрейда, она же Дельта, стало невозможно игнорировать. Вы могли занять иены бесплатно и продать их за приносящие доллары активы, такие как, например, облигации Соединенных Штатов, которые считаются самыми безопасными активами в мире, приносящими 5 процентов. Это сделало иенный корритрейд беспрецедентным для хедж-фондов. Результатом стало невероятное давление, накопившееся на финансовой системе Японии. Что интересно, никто на самом деле не знает настоящий масштаб йенного корритрейда по всему миру. Это отчасти из-за размытой природы глобального рынка деривативов. Насколько огромен он, тоже никто не знает. Но это не остановило аналитиков от попыток приписать к этому цифру. На верхней границе Deutsche Bank утверждает, что йен корритрейд может составлять 20 триллионов долларов или 505 процентов ВВП Японии, согласно их балансу. С другой стороны, другое предположение, основанное на данных банка международных отношений, составляет ближе к одному триллиону долларов. Тем не менее, это не может учитывать всю картину. Потому что местные заемщики занимались корритрейдом как не в себя. У Японии самая крупная позиция заграничных активов из всех стран мира, которая достигает 3,4 триллиона долларов в первом квартале 2024. Как вы видите, существует невероятная пропасть в предположениях. Отсутствие консенсуса указывают, что это действительно сложно измерить. Но, что ясно, это то, что это достаточно велико, чтобы иметь макроэкономическую значимость. Между мартом и октябрем 2022-го иена потеряла треть своей стоимости к доллару. И с ростом ставок Федрезерва до августа 2023-го дельта между Японией и всем миром продолжала расти, что спровоцировало фома в иен корритрейд. Это вызвало свободное падение иены, и она стала очевидной шорт-сделкой. И я не имею в виду синтетический шорт от корритрейда. Зарубежные трейдеры увидели в иене портрет медведя и зашортили ее к чертям. Они бы зашортили свои шорты, если бы могли. Кстати, если вам нравится видео, поставьте лайк и заодно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы вы не пропустили наше следующее видео. Итак, с обесцениванием валюты, направляющимся к уровням кризиса, Министерство финансов Японии предприняло решительную меру, чтобы поднять ценность иены. В сентябре и октябре 2022-го случилось первое из нескольких иенных вмешательств. Министерство финансов и Банк Японии продали 60 миллиардов долларов облигаций казначейства США из резерва за доллары и использовала доллары, чтобы купить иены на открытом рынке. Это эквивалент стрельбы от бедра. И она успешно выбила бесчисленное количество шорт-позиций. В следующие три месяца иена отскочила на 16% к доллару. Тем не менее, восстановление было коротким. Иена продолжила падение в январе 2023-го. К концу этого года оно полностью стерло все прибыли к доллару и продолжило падать. Следующее вторжение случилось в апреле-майе 2024-го, когда Япония продала 62 миллиарда долларов из резерва, чтобы купить еще больше иены. В этот раз эффекта было еще меньше. Иена росла целую неделю и получила 5%, но к концу июня эта прибыль была стерта. Не сложно увидеть, почему эпизодическая скупка своей собственной валюты это не долгосрочное решение. Но это была не единственная проблема. Был также один момент с денежной политикой, которая на полной скорости двигалась в кардинально противоположном направлении. Вечная борьба Банка Японии с дефляцией была на пути невероятно экзотических экспериментов, включая качественное количественное смягчение, контроль кривой доходности и даже контроль контроля кривой доходности. Эти политики именно так сложны, как это звучит, но у них у всех был один эффект. Увеличение денежного предложения Японии. Назовите меня сумасшедшим, но что-то не сходится. Левая рука продает облигации за доллары, чтобы увеличить ценность иены, а правая рука печатает новые иены. Это зажигание свечи с двух сторон. После того, как Банк Японии годами отбивался от дефляции, в 2022 он обнаружил немного другую проблему. Инфляция росла очень быстро, и она переросла цель банка в 2% очень сильно. Пик был на 4,3% в январе 2023, но она еще не спустилась до 2%. Это спровоцировало сдвиг в денежной политике. К концу 2023, эра дефляции, которая была самой большой проблемой Банка Японии, была закончена, и банк сигнализировал об изменении в направлении движения. Это началось с ослабления их политики контроля кривой доходности. В четвертом квартале 2023-го инвесторы это заметили и стали ставить на то, когда начнут увеличивать ставки. UBS, например, предсказал, что Банк Японии увеличит ставки в апреле 2024. Так что, когда банк проголосовал в марте 2024-го поднять ставки, это не стало шоком для рынков. Особенно из-за того, что это подняло ставки от минус 0,1% до области между нулем и плюс 0,1%. Не особо важно в абсолютном плане, но определенно очень важно в относительном плане. Как первый подъем ставок за 17 лет, это стало историческим моментом. Но, что очень важно, это не было расценено как начало стабильного увеличения ставок. Просто послушайте, что сказал глава Банка Японии в то время. «Сегодняшнее решение приведет к увеличению только на 0,1% в краткосрочных ставках. Я не думаю, что ставки займов резко вырастут от этого решения. Необходимо сохранять приспосабливающиеся денежные условия». Как следствие, ничего не поменялось для корритрейда. На самом деле, после того, как встреча Био Джей осталась позади, все это выглядело как возможность для повторного входа в коррепозиции. В конце концов, возможность занять иены между нулем и 0,1% — это все еще попросту бесплатные деньги. Так что почему бы не сохранять спокойствие и не продолжать? И иена продолжила обесцениваться. И Министерство финансов продолжило вкидывать свои активы в долларах США, чтобы попытаться остановить кровотечение. Но без указания от Банка Японии на увеличение ставок плечезависимые шорты плодились в геометрической прогрессии. Вы ликвидируете один сегодня, и три появятся завтра с еще более крупными позициями. Тем не менее, все это начало меняться в июле этого года. Месяц начался с того, что иена к доллару упала на 38-летний минимум — почти 162 иены за доллар. Но это оказалось локальным дном. Через неделю данные с японского рынка труда были восприняты как признак того, что Банк Японии может увеличить ставки еще раз. Потом июнинский отчет CPI Японии показал увеличение инфляции. Генеральный секретарь правящей партии Японии, который пытается перевыбраться в этом году, указал Банку Японии увеличить ставки. И член Японского экономического совета предупредил, что увеличение ставок необходимо для того, чтобы остановить вред наносимой падающей иеной потреблению. Я могу продолжать, потому что, оглядываясь назад, сигналы на увеличение ставок были многочисленны. Если второе увеличение ставок было бы подтверждено, многие критрейды стали бы неприбыльными. Самые крупные заемщики были бы выдавлены. Что более важно, второе увеличение ставок указывало бы на новый цикл увеличение ставок. Итак, для вселенной риска июль был бы хорошим временем для выхода из корритрейд йена. Тем не менее, в то время как новый подъем ставок становился все более вероятным, прогноз на то, когда это произойдет, разделился попросту. Это было бы либо на встрече в конце июля, или в октябре. Опрос экономистов Reuters, проводимый между 10 и 18 июля, показал, что три четверти верят, что это будет второе без подъема в июле. И похоже, этого было достаточно для того, чтобы ищущие наживу корритрейдеры получили уверенность продолжать шортить йену при двери июльского собрания банка. Ну, наверное, не повезло, потому что банк Японии все-таки решил поднять ставки на собрании в июле. Ставки должны были подняться с области в 0,01% до 0,25%. И как будто это было недостаточно плохо, губернатор ЮАДа сказал, что ставки продолжат расти, пока экономические и инфляционные данные идут по той же траектории. Несмотря на предупреждение в июле, это было невероятным шоком для финансовых рынков по всему миру. Йенные шорты выходили из позиций, из-за этого пара йены к доллару получила ралли. Это стало угрозой прогноза дохода экспортных бизнесов. И как по часам, рынок акций Японии полетел вниз. В худший день этого пути японские индексы Topix и Nikkei 225 упали на 12%, входя в технический медвежий рынок. В трехдневный промежуток у Topix было худшее падение в истории, скорее всего, спровоцированное йенными корритрейдерами, которые решили купить японские акции. В это же время корритрейдеры продавали все, что могли, чтобы отдать свои долги в йенах. И вот почему этот обвал имел такое широкое влияние. Все, начиная от золота и заканчивая техакциями США, зарубежными валютами и биткоином, полетело с обрыва. Что касается стремительности обвала, ответ всегда один и тот же. Плечо. Чем больше плеча вы используете, тем больше риск ликвидации или насильной продажи вашей позиции. Если один трейдер вынужденно продает огромную позицию с плечом, это может снизить цену актива, и это выливается в ликвидацию позиции кого-то еще и так далее. Ликвидации распространялись как лесной пожар, создавая невероятные скачки в рынке, которые уходили дальше и быстрее, чем люди ожидали. Отсюда термин события ликвидации. Первую неделю августа было невероятное событие ликвидации, и это остыло только тогда, когда Банк Японии развернулся на тему комментариев правительства о росте ставок. Если конкретнее, 7 августа губернатор Шиничи Учида сказал, что банк не будет увеличивать ставки, пока рынки нестабильны. По мере восстановления рынков. Многие наблюдатели начали задавать вопросы на тему того, были ли это все последствия корритрейда иены, или это только начало. Это особенно интересный вопрос из-за неизмеримой природы корритрейда иены. Ставки на зарубежных биржах – это одно из мест для поиска ключей. Между 2 июля и собранием 31 июля, шорт позиций в иенных контрактах, которые отслеживает комиссия по торговым фьючерсам США, снизилась в половину к 6 августа. Они почти полностью растворились. Это указывает на то, что краткосрочная волатильность, спровоцированная ликвидациями. Позиции с плечом в иенах осталось позади, но это не говорит нам много о среднесроке и долгосроке. Ставка Банка Японии все еще на 0,25%. И Федрезерв все еще не начал новый цикл среза ставок. Другими словами, Дельта все еще присутствует. И плечи зависимые наркоманы опять взялись за свое. С другой стороны, это абсолютно очевидно, что новый тренд идет к схождению. Банк Японии увеличивает, Федрезерв срезает. Это означает, что не сочтены для корритрейда иены. Среднесрочный индикатор того, как это может развернуться, это зарубежные займы банков Японии в иенах. Они росли с 2010-го и ускорились в 2022-м. Как мы видели ранее, данные от Банка международных отношений показывают, что они достигли 1 триллиона долларов к марту 2024-го. Заемщиками стали не банки, конкретно менеджеры активов. Природа их корритрейдов не является предметом тех же ликвидационных рисков, как фьючерсные трейды. Вместо этого они будут следить за движениями на валютных рынках в следующие месяцы и, скорее всего, планировать свой собственный разворот на триллион долларов в среднесроке. Долгосрочный разворот другого типа также имеет место быть. Помните, что мы говорили ранее о том, что у Японии самая большая позиция зарубежных активов в мире, та, которая на 3,4 триллиона долларов. Если ставки продолжат расти в Японии и падать где-то еще, то появится среда для разворота этих инвестиций. Также слово репатриация сейчас звучит очень много, когда обсуждается этот аспект корритрейда. Однако это, скорее всего, не выльется в какие-то драматические движения рынка по двум причинам. Первое. Весь мир, включая Банк Японии, был напуган почти до смерти подъемом ставок от 0,1% до 0,25%. Выглядит очень маловероятным, что они будут поднимать ставки с темпом, превышающим темп улитки. Это означает, что возможности для инвестиций в Японии, скорее всего, не обгонят возможности за границей, в ближайшее время. И второе. Половина японского пенсионного фонда в 1,6 триллиона долларов находится в зарубежных акциях и облигациях. Нету никаких признаков того, что этот огромный кусок японской зарубежной инвестиционной позиции будет репатриирован в ближайшем будущем. Это оставляет нас с одним только вопросом. Что это означает для крипто? В плане цены биткоин упал на 30% с 29 июля до 5 августа. Из-за чего стандартные подозреваемые заявили, что он не смог доказать себя как средство сбережения во времена стресса в рынке. Конечно же, они сидели тише мыши, когда биткоин восстановился на 28% в следующие три дня. Что стоит отметить, первоначальное падение и восстановление были фундаментально спровоцированы водопадом, сначала лонговых, а потом шартовых ликвидаций. Но в долгосрочной перспективе эти краткосрочные движения просто шум. Те, кто одержимы этим шумом, плохо понимают биткоин. Потому что не только биткоин. Это долгосрочное средство сбережения. Это также единственный актив с достаточно глубокой ликвидностью для того, чтобы институционалы входили и выходили из огромных позиций каждый день круглый год. И он функционирует как звоночек ликвидности. Когда падает ликвидность, биткоин на самом деле первый двигается. Но когда ликвидность возвращается, он всегда восстанавливается в моменты кризиса. Он торгуется как рисковый актив, но в долгосрочной перспективе. Его производительность никем не побеждена. Волатильность в долгосрочном нисходящем тренде. Это означает, что возвраты в итоге замедлятся. В короткосроке риск от макрособытий, как вот это событие в июле и августе, очень реален, но в долгосроке. Обесценивание фиатной валюты из-за количественного смягчения сильно все перевешивает. И это то, почему биткоин в итоге победит, если история является каким-то индикатором. Он может затащить остаток крипторынка вместе с собой.